Чайповец 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 Что получают взамен? Некоторые ответы достаточно неожиданны. Очень важно, что ты преодолеваешь свой страх. Перед людьми ты становишься более общительным. Пляска, она как бы, твоя внутренность высвобождает тело, как клетка. Пляска ее впускает в птицу, которая внутри тебя сидит. Вся такая душа была в пляске. В гармошке пляска, больше ничего. Надо уметь было плясать. Ведь вот эта пляска давалась она не всем. А трудность в чем? Ты должен гармошку чувствовать. То есть, если я гармошки не чувствую, так сразу скажут, ты что парень, так? Чайповец Интересно получается. Вообще-то, народная пляска, это же просто должно быть. Как там говорят? Три притопа, два прихлопа. Пляска-то танец ярко выраженным ритмом акцентным началом, определяющим вид и характер движения. То есть, понимаете, как я задал через штаб, то не ритм, да? Как я, допустим, припал, значит, я о себе уже заявил, какой я по характеру, что я хочу этим выразить, понимаете? Или я вышел вообще никакой. Но, конечно, выходили те, кто мог себя показать, мог себе проявить свою смелость, решительность, здоровку, ловкость. И так, кстати, детки-то и присматривались к парням. Вот за этого, допустим, старшие-то приходили и говорили, да, за этого парня можно, значит, отдать свою дочь. Он и дом построит, и он постоит за рот своей. Вот, и сватов засунули. Я вот на них смотрю, я радуюсь. Нас-то никто не учил, а их вот учат все-таки, и я рад, что она не забудется, эта пляска. Она вот так и идет от нас, от стариков. Общенный дух, народная культура, им воспитанная, были живы в наших деревнях еще в 50-е годы прошлого века. Праздники отмечали всей деревней. Собирались на так называемые беседы, когда за мелкой работой, разговорами, песнями, плясками и играми проводили свободное время. Простые беседы – это когда молодежь покупала дом только для своей молодежи. А веселая беседа – это такая, когда выкупали большой дом, и в этот дом приходила молодежь из многих деревьев. Вот эта веселая беседа продолжалась недели две. Были случаи, когда до 50 пар сидела на лавках. На беседе был староста. Такой это, ну, говорун, парень так, который мог завести девчат и ребят. Он, это староста, староста рассаживал. Не то, что все в кучу, а парень-девушка, парень-девушка. Старались ребята взять дом, где комната была. Это горе называлось, да? В это горе там свет не было. Там, ну, целоваться, конечно, целовали, да? А вот в год ничего не позволяли. С чего начинал староста? Вот мы сели, а, допустим, Никита, влюблен в другую девушку, староста что делал, так? Менял. Вот подходит и говорит, менять будешь? Никита, давай руку мне. Нет, вот так вот. Менять будешь? Буду. На кого? Вот нет, ты на девчата, девчата, мне кого-то меняй. Ты свою променю вашу. Тогда не буду. Не будешь? Буду менять. На вашу. Кого? На вашу. Так. Сколько ни рассуждай о величии государства, всегда выйдешь на семейный вопрос. Потому что величие это напрямую зависит от того, насколько здорова, работящая и многодетна семья. Деревенский семейный уклад в нашей крупнейшей стране мира обеспечивал будущее, давал умелых работников, а еще поэтов, музыкантов, ученых, конструкторов. А начиналась всякая здоровая семья на таких вот беседах. Староца обменял. Теперь вы сидите такие влюбленные, целуетесь. Да. И много игр было еще от других. Так. Давайте, во-первых, из-за грамм. Если вы поверетесь в одну сторону, целуетесь. Умейте целоваться? Да. Умейте? Все тогда. Раз, два, три. О, целуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, так выучили. Хорошая интернация. Хорошая интернация. Вы рассказали, что умейте. Пляски очень много было. Это основной вид. И потом у нас очень распространен был ленчик. Это коллективный танец. Вот четыре пары. Парень с девушкой, четыре таких парня. Вот этих ленчиков было очень много. Почему? Потому что на беседе собирались из разных деревень. Одна деревня спляшет ленчик. Вторая пошла. Третья. Отношение современной молодежи к народным гуляниям трудно назвать уважительным. Казалось бы, какого школьника можно затянуть на скучные занятия в фольклорной студии? Оказывается, можно. Вот они и школьники, и студенты. Ну, это заблуждение большое, что это скучно. Как мы уже видели, что эти пляски, игры, забавы, это очень весело, очень живо происходит. Почему фольклор не популярен среди молодежи, можно сказать так? Я думаю, что это в основном заслуга СМИ наших. Потому что, как бы, включаешь телевизор, ты сразу видишь, что это западное, что это не русское. А я любила стокова, красивого, высокого, чтоб его поцеловать, экзамиралась на кровать. Где нас видят, вот, все сразу замечают, и потом приходит очень много молодежи к нам. Потому что они видят, что это реально, что это жизненно, что это жизнь наша, что это традиции, что это все подлинное, а не наносное. Ну, к сожалению, сейчас в передачах по центральному телевидению очень редко увидишь, скажем, в отвертый коллектив. Чаще всего это, конечно, стилизация. А вот то, что показывают наши деды, стилизацией никак не назовешь. Это полет души. Это сама жизнь. В свои 70 с лишним в плясе они могут дать фору многим юношам. Легкость и цельность движений их наполненность силой завораживает. И самому уже не устоять. Хочется лихой дробью ворваться в круг. Хочется, да не можется. И на гармошке я играю, и пляшу. Это самоучка. Чисто самоучка. И только смотрел, кто как пляшет, кто как играет. Соберутся там женщины, мужчины заберутся. И меня, мне 12 лет. Коля попляшил. Коля попляшил. Вот я уже так вот, дробь у меня такая хорошая была. Ребята приходили такие, пляшу. Ну, радоваться, только было радоваться, смотреть. Как они плясали, честное слово. Сейчас такой пляски нету. Сейчас такой пляски мы не найдем и не увидим. Вот это точно. Пляска вся разная. Если и сто человек, и сто разных плясок. Это только в танцах может быть одинаковое движение. Ох, бойкая, бойковатая. Мне не надо, люди, надо, не заняться. Не успеют прийти, что-то там перехватят. Уже ребята идут к девчатам с гармошкой. И уже гармошка играет. И туда и пляска идет. Вот какой задор был. Задор был. А уставали, честно слово, тяжелая работа. Часов до 11 плясали. Плясали, плясали. Каждый день. Работа ведь, как говорится, дает силу и энергию. Работа. Человек работает, значит он будет жить. Который человек трутень, он уже быстрее уходит. Сейчас модно вздыхать о потерянной русской культуре царской России. Лет через 50 мы будем жалеть потерянную культуру 20 века. А пока мы не знаем, а потому и не ценим тот культурный пласт, который несут с собой наши старики. А он очень богат, разнообразен и способен разрушить многие мифы и ярлыки, наклеенные на нас в беспокойные 90-е. В нем можно найти то, что поможет нам понять, на чем основывался жизненный уклад русской деревни. Хоть в прежние времена, хоть в нынешние. Раньше двери не закрывали. Кол поставят, кол. Все, не заходи. Отец рассказывал, был Гришко стул такой, конократ. Надоел все деревни. Собрался сход в деревню и решил на каторгу. Ни один суд уже не мог изменить решение. Где-то в 1880-х годах, 19-й столетия была. То есть суд был свой, деревенский. Шабаногорские да ребятушки да идут по бережку. Ах, они весело да гуляют по сударушке да у сих. Апсинный уклад красной нитью связывает эпохи жизни русской деревни. Потерять его, значит потерять и деревню. А за ней всю страну. Вот пример такой. Мужик строится. Ага. Приходят другие мужики. Помощь называлась. И работа несколько дней. То есть без всяких денег. Много удивительного есть в рассказах стариков. Того, что не вяжется с общеперинятым мнением. Мало кто из современной молодежи знает, что в советскую, как говорят насквозь атеистическую эпоху, оказывается, с размахом отмечали все религиозные праздники. Но отметить с размахом не означало упиться в усмерть. Каждая семья готовилась к этому, собиралась. И приходили родные из других деревень, родственники. И гуляли дня три. Отец у меня почти всю жизнь не пил. Вот он говорит, я брал четверть водки на праздник. Это три литра. Я с этой четвертью встречал всех родных и провожал праздник. Плясали всегда наши отцы деды на свежую голову. Да, деды говорили, инораз приходили в визгу, изображали пьяного. Но были трезвые. А все потому, что, ну, как бы, хорохорились. Отыграла кромка-громка! Тут и деда под горой! А не пугайтесь, люди добрые! Сематор идёт домой! Хорохорились, конечно, не всегда для смеха. Чаще таким образом старались устрашить своих противников. Ведь пьяному, как говорится, море по колено. Может и колом огореть, и за ножом потянуться. Боевым духом мужики северных губерний славились издавна. Дрались деревня на деревню так, что только звон стоял от колов. Без разбитых губов и носов не обходилось. Но, с другой стороны, каким ещё способом можно вырастить из мальчиков мужчин, способных пролить кровь за свою родину? Боевой такой народ. Нас хоть вологодские считали, как шаг вперёд. Если сказали слово вологодскому солдату, всё, не отступится, выполнит приказ. Я преподаю, значит, у меня три предмета. Это традиционная мужская пляска, это рукопашный бой, традиционный рукопашный бой. И преподаю гармонию. Говорю о традиционном рукопашном бое, потому что любая боевая система, если она традиционная, она в основе своей несёт традиционную хореографию, народную хореографию. Не сценический танец, а именно пляска традиционная. А в чём её особенность этой традиционной пляски? Умение импровизировать, раз. Умение владеть пространством, умение входить в ритм, умение владеть своим телом. Ни один снаряд спортивный не даст того внутреннего наполнения, что даёт, допустим, мужская пляска. Специальная игра, рисская, так, ярая такая хулиганская игра. Уж видишь, что ребята заходили, всё, драка сейчас будет, так. Но у нас плясалика. Если парень пляшет, другой парень из другой деревни не выходи, ему надо, это будут драки. Отца спросил, зятя, вот вы с этой деревней дрались, и мы, говорит, дрались, и мы дрались. Я говорю, и зачем вы дрались-то? А бог, я и надо, я говорю, зачем? А в другом деле, как мне не дрались. Были артели, кулачные бойцы. В каждой деревне была артель, которая, в общем-то, ну, вела порядок. Молодела порядок, да? Был свой атаман. Когда нужно было, да, в своей кинопомочи. Значит, собирали сход, партию собирали мужскую, и решали, так, поставить за сутки дом, ставим дом, да? Значит, нужно постоять за честь общины. Постоим за честь общины. Постоим за честь общины. Звучит гордо. Но честь и гордость есть только там, где мужчина готов положить живот за други своя, а не выплеснуть свою злобу, размахивая кулаками на улице. Тут у школы, вот сюда. Иду, смотрю, вещь класс лупит парня, так. Я говорю, что делаете-то? А вот лупят-то ботинками по голове, по лицу. Вон парень закрывается, а его лупят. И вот такие случаи ведь очень много, так же раньше не делали. Отношения между людьми складываются в строгом соответствии с ценностями общества. В городе эти ценности свои, в деревне, там, где еще жив дух общины, свои. Очень плохо сейчас у парни с девочками отношения. Мне не нравится. Я услышу в автобусе или в деле очень плохо даже. Обзывают друг друга. Разве это... Я вот дружила со своим мужем, то пока четыре с половиной года он бы меня разве назвал там как-то. Я бы это не вынесла и не стала дружить с таким парнем. Некоторые говорят, что вот, но много, молодежь, молодежь грамотна стала. Конечно, грамотно так, то в целом, то грамотно. Не грамотно только сейчас себе карманы набить тоже. Только деньги, деньги, деньги. Видите, что? А раньше деньги не на первом плане были. Не на первом. И что у меня большинство одноклассников думают больше о Америке, о каких-то заграницах, чем о России. И мы как бы хотим это исправить. Мы хотим показать, как раньше жили люди, чем они занимались, всю правду. То есть заменить вот этот наигранный сценический фольклор настоящей традиционной народной культурой. Вот самый главный час – это восстановить деревню. Кров из носа бы надо восстановить деревню. Если мы потеряем деревню, мы потеряем дух русского человека. Вот я был унашкодничать что-то, ага, а меня все в деревне знали, где тяде скажут, Николай Архипович, генька твое. Вот тот он оттворил, так. То есть деревня – это коллективное воспитание. Вот я когда приехал сюда в техникум, в 45-м году я в техникум приехал, здесь в Пырье было ужас сколько, так. У нас ведь это понятия не было. Мы голодом сидели по неделе, но ведь меня крали друг у друга. Вот туда гудели. Вот так на простом и понятном примере дедов и учили деревенские беседы той самой морали и нравственности, которыми сейчас мы так оскудели. Как оскудели и мужеским началом в мужчинах, домовитым женским началом в женщинах. Поиск этих начал неизбежно приведет к корням, к народной культуре. Потому что у нас как семья. Светлана Нерона – наша мама. Она с девочками все. Рукоделие все, поет там все. А с мальчиками – Виктор Германович. Он такой настоящий отец. Он их ругает и там, что он с ними только не делает. Воспитывает. Поэтому парни у нас такие настоящие. Спросить любого мужчину, так мы говорим о мужской, так сказать, традиции, не имеет значения, он русский, или он там бенгер, или он американец. Почему он исполняет свои национальные танцы, свои традиционные танцы? Что это ему дает? Прежде всего, внутреннее состояние. Вот внутренний, так сказать, настрой. Вот праздник. Да, вот Нерона, слышишь, там сейчас от современных мужчин нет праздника. Хочу праздник в душе. А кто его подаст, если не ты сам? Вот у нас сейчас пришли молодые мужики в клуб. Вот нам их надо научить. Ну, как они молодые? Тоже под 60 лет. Мы их считаем. Мы их считаем молодыми. Да, им охота научиться играть в «Адмошку». Вот и все. Пусть вам 20 лет, 40 лет, 50 лет взять в руки гармонь. Попробовать себя в традиционной мужской пляске. Может быть, освоить плотническое дело. В конце концов, как было, да, в той поговорке, дерево посадить. Но в свои оставшиеся годы, да, оставшееся время, вот работать, жить на созидание. Ведь опять, возвращаясь к пляске, все, что мы видим, как выходит мужчина, как выходит парень, скажем, да, что он, он выстраивает, он выстраивает ритм, он выстраивает себя в пространстве, он созидает. Не в этом ли осознание себя человеком-творцом, хозяином своей жизни, а значит, и полноправным участником жизни страны, лежит ключик к вопросу о межнациональных отношениях? Я просто процитирую слова одного чеченца, и он сказал такие слова. Многие считают, что мы приехали со своим уставом в чужой монастырь. И он говорит такую фразу. А потому что здесь устава нет. Здесь нет хозяина. Здесь нет тех людей, которые чутят свою традицию, показывают ее. Он говорит, культурный человек с культурным всегда найдет общий язык. Интерес к народной культуре у Дениса возник еще до службы в армии. В части, где он служил, случались и межнациональные конфликты. А в роте Дениса сложилось несколько по-другому. Перед Новым годом походили, мы так друг на друга косо посмотрели. Были там моменты, чуть до драки не дошло. А во время проведения самого Нового года я пел, играл на балалайке, тоже плясал. И они плясали лесгимку. И после этого Нового года у нас получилась такая незатейливая беседа. Они говорят, а ты что, тоже плясать? Я говорю, ну да. А как? Вот покажи. Я говорю, вот так. О, говорит, у нас тоже похоже. Вот смотри там. И мы начали общаться на том культурном языке, про который я только что говорил. Значит, к концу службы мы уезжали, обнимаясь и называя друг друга братьями. Мы до сих пор созваниваемся, общаемся. Они приглашают меня к себе. Я приглашаю их к себе. Вот это называется дружба народов. Дружба. Нетерпимость. Мы не должны друг друга терпеть. Мы должны дружить друг с другом. Недаром народы, да, значит, мужчины всего, так сказать, мира пляшут, знают свои особенности, значит, национальной пляски. Знаете? И передаются с поколения в поколение. И не зазорно на праздник выйти и свой национальный, особенности национальной пляски показать. Почему-то мы сейчас тесняемся. На носочках. Молодцы. Все мы наследники. Только мало кто из нас понимает, что наследство наше тает на глазах, уходит вместе с его хранителями, которые терпеливо ждут, когда будет кому-то дело, до их опыта, до их жизни. Чего мы, глядя на них, ждем, совершенно непонятно. Ясно одно. Человек, воспитанный в атмосфере народной культуры, всегда твердо стоит на родной земле. Он ее любит, защитит и только с ней связывает свое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова